как лукойл превращается немецкое масло просто есть и такой бренд окан ойл я согласен только обещаю не покупать масло в лукойле казахская надо можно до масло производить а не сеялки не знаю сейчас посмотрим производства ли это масло либо только разлим сейчас посмотрим на сила нас носила тут по стамбулу и занесло в одну индустриальную зону одну из пяти индустриальных зону они говорят это не маленькая тут всего 150 предприятий представляете а их 5 а есть одна индустриальная зона в которой больше тысячи предприятий что такое предприятие в индустриальной зоне это цех и офис под одной крышей как здесь выглядит и этот цех и офис это есть там маленький завод или большой завод он может быть там тысяча квадратных метров а может быть и 40 тысяч квадратных метров все зависит от возможности самого предприятия так что вот такие вот индустриальные зоны и экономические успехи потому что в этих индустриальных зонах все тут организовано к сожалению такого у нас нет аренда земли маленькая и налоги снижены у тебя на 10 лет или нам насколько там ндс не платишь куча куча преференций чего у нас к сожалению нет а сегодня мы тут зашли случайно попали на компанию которая занимается маслом называет рекс ойл рекс ойл сейчас пойдем посмотрим как нам в цехах все устроено всегда было интересно вот это как как производят масло пойдем посмотрим едем по этой промзоне вот похоже на на промзон окан тебе как вообще промзона выгоды элитный микрорайон с ресторанами торговыми центрами так должен выглядеть бизнес блин смотри беседочки у них тут и разные разные заводы на свой вкус на свое удобство строят заводы пром участки да это промзона приемы это круто капец вот это дерево а вот получается это кстати всегда так выезд промзоны флаг забор центральный шлагбаум смена что-то строится тут на этих промзона достраивается 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 у нас только могут такая же тут казахстане также до черта одинаково нам не кажется еще больше об этом крузаки они более дорогие так принесло у нас на цех завод по производству масла рекс ойл линии разлива не знаю сейчас посмотрим производство ли это масло либо только разлим сейчас посмотрим по крайней мере 5 в 30 по моему это для воздушных систем если для воздушных охлаждений мат для моторов с воздушным охлаждением 5 в 30 это для моторов с воздушным охлаждением если я не ошибаюсь для тракторов показать вам посмотреть коробки канистры станки по разливу по фасовке все ушли на обед и маленькие заводики которые разливают фасуют они его только фасове тут или они производят основная покупает ну хорошо они тут размешивают производят где это происходит посмотрим абсолютно не понимаю производстве масла ничего может все так просто можно до масла производить а не сеялки без химию добавляет такой бизнес да то есть поставил бочки купил масло добавил химию и все профасовал и все уходим производство с техники лукойл этот блять тут оккупировала еще и турцию да приводят из испании откуда в испании да имя 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 привозят из испании основное сырье составляющая лукой и весь бизнес да получается фасуешь канистру делай вложишь кучу денег маркетинг я так понимаю основная основной основной расход это надо раскрутить бренд рассказать насколько он классный я очень на мостик могу зайти все она такая мешалка все просто шух-пух и все и масло так ну самое главное спроси если где находится их химики лаборанты кто придумают так сказать один отдел который создает 20 в 50 купил масло на разливал и все мне кажется можно завести такой бренд окон ойл я согласен только обещаю не покупать масло в лукойле казахская надо не делает не видел ни разу самое главное что значок немецкий да 3 бренд 3 бренда делают 1с делает много брендов так вот все происходит в маслах это казахстане продают а это ты продает украина тоже какой город в украине какие городе в маслахстане 5100 тонн как это был трансит а трансит как как она еще раз видео уходила прямо не берет корректами через нас проблема конечно только из-за них помогают обойти санкции все просто согласен какой продажный этот мир так что так вот все тут происходит тоже тоже вот получается за покупают лукойл и продают в европу в украину нормально конечно я тебе за них отвечу да зависит от объема молодцы так ну попадаем в лабораторию где все рождаются все масла такие машинки ой как воняет ацетоном здесь вот все происходит стоят всякие оборудования в котором я нихрена не понимаю пробирки явно тут есть какие-то аппараты которые тестируют там вязкость масла температуру его сколько всего интересно окон несу туда палец попробуй туда что-нибудь другое что-то железное имею ввиду микроскопы вот оно сердце как у нас конструкторский отдел так тут вот эта лаборатория которая создает все эти масла конечно конечно это они определяют количество присадок как идут стенды измерительные инструменты что-то там течет бурлит там такое происходит какой-то покажут нам какой-то тест тест нам покажут какой-то температура да вот сюда поставим образец вот сюда поставим образец вот сюда поставим образец вот сюда basıp вискосесин çıkmasını bekliyoruz автоматически все делается проверка вот здесь 40 градусов 100 градусов это понимаем что-то температура и на трение есть машина которая проверяет масло на трение сколько воды его проверять в 125-х годах загрузка нагрузку нагрузку ограничен ракет нагрузку нагрузку мы можем использовать когда мы работаем температуру да атакует тест аэропорт в среднем в среднем на свет так ну что как для меня ничего не понятно но очень интересно может кто производит бензина будет кому-то интересно побывать такой лаборатории крутой но для меня тут все покрыто мраком как и для окана я думаю еще думаешь это мясорубка какая-то вот он внутри не придумать а вот три не за кастрол тоже не наверное берут кастрол там разбирают его на такие молекулы все идем дальше что есть еще такой архив проданы масла все кому они продают короче хранят два-три года хранят эти образцы вдруг потом какие-то непонятки они с каждой парке отбирают и хранят в этом архиве не очень большой вообще-то обеспечивает себе так чтобы когда-то и рапорт дает каждый там потом понятно ну короче понятно зачем нужен арху 3 в украине 2 в украину вот до четвертом году продали все так вот выглядит это все архив на лукойла здесь полно вот она как вы медит антифриз они делают антифриз там еще жидкость для омывания стекол турки такая политика так они ведут наверно так удобно зарабатывать деньги на берешь по дешевой сцене покупаешь под санкционные товары перепаковываешь их и продаешь вот еще лукойл антифриз продаешь европу все нормально на выиграют от этого турция молодцы блять ну вот получается как лукойл превращается немецкое масло вопроса при прекрасной турецкой улыбки ну на такой прекрасной фирме конечно же есть своя столовая у нас сейчас покорно спасибо им максат ну что давай еще раз проговорим получается они покупают масло до привозят в турцию добавляют него присадки покупают на лукойле добавляют него присадки и продают казахстан почему казахстане ним нельзя организовать казахстане есть куча нефти это же есть я думаю масло это же это же бизнес который ничего собой не представляет только главная лаборатория так понимаю главное для этого нужен инвестор налоги нужны правильные для меня просто это удивительно почему и балмати сдавод но они не могут только мелко и по-моему один удалось открывает всего лишь нужно найти сделать лабораторию которая сможет купить присадки в европе и каких-то бочках расколотить масло не знаю честно говоря почему это не происходит но специалистам можно купить которые потом заедут научатся не знаю мне кажется у нас в украине все подделывает не только масло и химии вообще-то у нас делают подделывают байерские байеровские препараты допускай себе там делают что хотят для просто для меня это удивительно почему этого нету казахстане например большая возможно турции на чем рынок маленький там рядом узбекистан киргизия таджикистан вся эта азия там все же она рядом плюс там грузия рядом армения и еще российский могла ну так все же санкции все равно ну ты хочешь турции возить продавать то есть я еще раз говорю еще раз про говорим они привозят с россии это масло добавляю здесь присадки колотят и продают казахстан это же сколько расходов я ничего не помню вы если что-то понимаете напишите пожалуйста как быть у них опыт опыт все это все дело наживное